Здравствуйте, город Худжанд. В 1936-1991 годах. Ленинабад, город на севере Таджикистана, административный центр Сагдийской области. Один из древнейших городов Центральной Азии. Второй по величине город Таджикистана, важный транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр страны. Имеется аэропорт и железнодорожная станция Худжанд, в 12 километрах от центра Худжанда, в городе Гафура. В древности Худжанд является одним из древнейших городов Центральной Азии. По некоторым источникам, основание города приходится на 7-6 века до н.э. Весьма вероятно, Худжанд это Керополис, ссылка на источник. Город, основанный Кером Великим на северо-западных рубежах его огромной Архименидской империи, был завоеван Александром Македонским, который перестроил и укрепил его, назвав Александрия Эсхата, то есть Александрия Крайняя. Находясь на Великом Шелковом пути и соединяя Самарканд с Ферганской долиной, Худжанд имел выгодное геополитическое расположение и первостепенное транспортное значение. Впоследствии был завоеван арабами, 8 век, а в 1219-1220 годах оказывал ожесточенное сопротивление войскам Чингисхана, но был разрушен. Однако вскоре город возродился и стал одним из крупнейших торговых, культурных и научных центров Центрально-Азиатского региона. И даже сегодня Худжанд – важный промышленный, научный и культурный центр Северного Таджикистана. С древнейших времен Худжанд, находясь на перекрестке торговых путей Востока, на Великом Шелковом пути, был одним из важнейших экономических, военно-стратегических и культурных центров Фараруда. Худжанд был родиной известных астрономов, математиков, врачей, историков, поэтов, музыкантов. Один из них – основатель местной астрономической школы Абу Махмуд Худжанди. Соловьем Худжанди называли в 14 веке Камола Худжанди, автора знаменитой «Газелей». Столь же популярной в среднее веко была выдающаяся поэтесса, музыкант и танцовщица Махасти. По преданию, именно в Худжанди стоял дом Хаджины Среддина. В XIX веке в Худжанди вели активную просветительную работу такие деятели культуры, как Ташхаджа и Сири, Садерхон Хафиз, Хаджи и Суф. 24 мая 1866 года город был занят русской армией в состав Российской империи. В СССР в начале 1918 года в городе была установлена советская власть. До 1929 года город был в составе Узбекской ССР. С 2 октября 1929 года он был включен в состав Таджикской АССР. А 10 января 1936 года город был переименован в Ленинабад. Здравствуйте подписывайся.